Приветствуем, друзья, смотрите холодильные новости за пятницу, 8 октября 2021 года, на нашем канале. Третья холодильная конференция прошла с аншлагом. СЭКОП ГМБАЖ назначил Яна Эллерса новым генеральным директором. Льдоаккумулятор Технофрост стал победителем конкурса «100 лучших товаров России». ТЭФКОП представил новый тонкий блэк-кулер для бутылок. Итак, первая новость сегодня. Третья холодильная конференция прошла с аншлагом. 6 октября в ЦВК и КВОД, экспоцентре КВОД, состоялась ежегодная холодильная конференция в рамках выставки и КВОД, агропродмаш и КВОД, «Холодильная индустрия, эффективные решения для пищевой и перерабатывающей промышленности 2021». Мероприятие прошло при полном зале. Всего конференцию посетили около 150 человек. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. СЭКОП ГМБАЖ назначил Яна Эллерса новым генеральным директором. Совет директоров СЭКОП ГРУП сообщает о смене руководства и назначении доктора Яна Эллерса, Диэр, Джен Эллерс, новым генеральным директором группы СЭКОП ГРУП Холдинг ГМБАЖ, с 1 октября 2021 года. Ян Эллерс присоединился к СЭКОП в ноябре 2019 года в качестве главного операционного директора и активно участвовал. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Льдоаккумулятор «Технофрост» стал победителем конкурса «100 лучших товаров России». Водоохлаждающая установка с аккумуляцией льда производства компании «Технофрост» признана победителем регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России-2021 год» и предложена для участия в федеральном этапе. Соответствующее письмо направлено Ростандартам «ФБУ Владимирский ЦСМ». Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. «Технофрост» представил новый тонкий блэк-кулер для бутылок. Кулер Slim FC 175H имеет ширину всего 435 мм и теперь доступен в черном цвете. Это идеальный охладитель для бутылок со стеклянной дверцей, где пространство ограничено для максимизации продаж. Кулер поставляется с пятью регулируемыми полками и с черной проволоки, двумя вертикальными полноразмерными светодиодными фонарям. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Пятая новость сегодня. «Эббопс» построит новый завод в США. С церемонии закладки фундаментов сопровождения представителей политических и промышленных кругов компания «Эббопс» начала строительство нового производственного предприятия недалеко от Джонсон-Сити. В новое здание компания инвестирует около 12 миллионов евро. Земля площадью 12 гектаров, на которой будет построен новый завод в Тилфор. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу. Продолжение следует...